Раз в 10 лет нам дают возможность связаться с близкими. Большинство связывается через сны. Возле этого мне сложно тебя называть сыном. Прости, но время вышло. Я даже руками не как... Чё творим? Про меня зовут Сэр Кёв, Нези. Брос, сразу же, просто, сразу же, переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Ведь придёт время, и Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, про него очень же нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Самую лучшую банду на Ютубе. Эй, бро, то, что я вам сегодня расскажу, вас очень сильно удивит. Потому что в 3 часа ночи мне написал мой без вести пропавший отец, который пропал 15 лет назад. Эй, да, Суприм-банда, вам не послышалось. Я реально переписывался со своим отцом, который пропал 15 лет назад. В это сложно поверить, я и сам толком в это не верю. Но сегодня ровно в 3 часа ночи мне написали с номера моего отца. Я не знаю, как так, но всю свою жизнь я брал, записывал, перезаписывал номер своего отца. Просто чтобы был, чтобы я не чувствовал себя одиноким и думал, что у меня реально где-то всю жизнь отец. Потому что никто не знает, куда он делся, он просто пропал без вести. И всю свою жизнь, пока у меня менялись телефоны, сим-карты, я просто брал и переписывал этот номер. Но каким-то образом, каким-то чудом, именно сегодня, в 3 часа ночи, мне написали с того номера. Естественно, первое, что мне пришло в голову, что просто какой-то хакер решил поприкалываться с меня. Я решил написать так, но то, что описывал с той переписки, не мог не знать никакой хакер. Окей, банда, к сожалению, именно ночью я не мог снимать видео, потому что, вы знаете, я снимаю видео на свой телефон. А второй телефон, он был не заряжен, даже сейчас он стоит на зарядке. К сожалению, всё, что я мог, это просто скринить переписку. Я это и делал, я скринил переписку именно в 3 часа ночи. И это вы увидите, потому что там будет видно. Окей, Супримбанда, пришло время вам зачитывать эту переписку, чтобы и вы, наконец-то, увидели, что же мне писал мой так званый отец. Окей, банда, вот так вот выглядит наша переписка, как выйти здесь в 3.01. Первый же скринил сделал сразу же, первую минуту, как только мы с ним начали переписываться. Даже если присмотреться сверху, то здесь написано ПАПА, что и показывает, что этот номер у меня очень давно, он реально подписан как ПАПА. И первое, что мне пишут с этого номера, это «Привет, сынок». Я офигел, я так знатно офигел, потому что с номера ПАПА пишут «Привет, сынок». Всё бы ничего, но мой отец пропал без вести 15 лет назад, когда я был ещё совсем маленький. Мне было 2 до 4 лет, в то время он пропал. Я почти его не помню, единственное место, где я могу его вспомнить, найти, посмотреть на него, это старые детские фотографии. И, естественно, я скептически к этому всему отношусь, я не верю в эту переписку, поэтому отправляю что? Отправляю смайлика типа «Ржу», и отправляю «Папа?». Я не верю в то, что здесь происходит, но ответ тебя не заставил долго ждать, причём он в этой переписке отвечал мне почти сразу же. Следующий ответ был «Да, это я». И тут мне уже было не смешно. Но всё же я продолжал не верить в это, потому что это какой-то бред. Мой отец пропал без вести, он не мог мне написать. Он либо пропал без вести, либо где-то погиб, и его никто никогда не видел больше. А тут вдруг кто-то объявляется и пишет мне с номера отца. И, естественно, я пишу «Это не смешно, мой папа пропал без вести, ты бред несёшь». Я начал рассказывать свою историю, потому что в один момент я подумал, что вдруг это какой-то аферист, который обычно пишут, звонят на телефоны, представляются вашей семьёй и просят, чтобы вы скинули ему деньги. Именно поэтому я решил сразу же написать свою историю, но ответ меня удивил. «Это я, и я слежу за тобой, с другого мира». Естественно, я в эту не поверю, какой ещё мрит, какой ещё следи, иначе я пишу «В смысле, о чём ты вообще?» Мой папа пропал в бедности, когда мне было два года. Но дальше уже человек или же дух призрак начинает рассказывать свою историю. Он пишет «Это я, меня похитили». Мне угрожали, заставляли признаться в том, что я не совершал. Знаете, в тот момент я подумал, что это реально выглядит очень реалистично. Но всё же я не до конца верил в то, что это может быть мой отец, который пропал. И за 15 лет ни слова, ни духа, а тут друг объявился. Это очень странно. И я пишу, что я не верю, что ты мой отец. То, что он мне ответил дальше, это просто жесть. Я реально знатно офигел от этого. Когда ты родился, тебе делали одну операцию. Твою маму и мою жену зовут Катя. Ещё есть вопросы. И тут я офигел. Никто не знает, что когда я только родился, мне делали операцию. Это знали только лишь близкие и родные. А значит и знал мой отец. И в этот момент до меня начинает доходить, что это не какой-то там хакер. Это реально мой без вести пропавший отец. Потому что он знает о операции. И моя мама это не самое важное, об этом знает большинство. Но вот про операцию не знает никто. Только родные. Поэтому какой-то там хакер, какой-то там аферист не мог об этом знать. После этого ночи, под воздействием ночи, я был сонный. И я поверил. Каким-то чудом я всё-таки смог поверить в это. И я пишу, папа? Но как? В смысле? Это невозможно. Всё же, если даже это мой отец, то как? 15 лет его не было. Все думают, что он просто погиб. Я тоже так думал. Но как он может сам здесь написать мне? Дальше он мне пишет. Это я. Меня похитили и заставляли признаться в убийстве. Я этого не совершал и не соглашался с ними. Согласитесь, звучит как реальный бред. На часах 3 часа ночи 8 минут. Конкретный бред. Дальше я пишу ему. Так много времени пришло, тебя совсем не помню. Только на детской фотографии. И естественно, после этого моего сообщения у нас с ним развивается. Диалоги он мне пишет. Я не мог ничего сделать. Как ты? Как мама? Но в этот момент вдруг я начинаю понимать. Если мой отец погиб, то как он мне тогда пишет? И естественно, я у него об этом спросил. Но как ты мне пишешь? Это же невозможно. Но его ответ. Он меня просто жестко удивил и испугал. Мне реально стало не по себе. Раз в 10 лет нам дают возможность связаться с близкими. Большинство связывается через сны. Но недавно появилось это. К сожалению, мы можем это делать лишь в 3 часа ночи. Вот только представьте это. Большинство людей в мире снятся мертвецы. Получается, что они пытаются связаться с ними. И что-то им рассказать, поговорить. Я все еще в это не верю. Я все еще не верю, что это мой отец. Но когда утром я открыл скринные переписки, я офигел. Потому что я думал, что это сон. И всего лишь какой-то бредовый сон, который может обычно сниться мне. Но когда я увидел настоящие скринные переписки, у меня чуть ли не остановилось сердце. Я не верил в то, что я вижу. Я даже не уверен или правильное дело, что записываю сейчас это видео. Я должен вам это показать. Потому что если это настоящее, это реально правда, то это просто перевернет весь мир. Дальше я ему начинаю рассказывать о том, что же происходило в это время. Со мной все хорошо, закончил школу, мама вышла замуж. Но то, что он мне пишет дальше, это бред. Это конкретный бред. Я знаю, как ты мог это допустить. Что? В смысле? Вот этого я вообще не понял. Я и сейчас этого не понимаю. И тогда я переспросил. В смысле? Она счастлива? Я рад за нее. Я реально рад за нее. Мама вышла за хорошего мужчину, она счастлива. Почему я должен был этого не допускать, я не совсем понимаю. Но то, что будет так званый, отец пишет дальше, это шок. Для меня это был конкретный шок. Даже ночью, когда я был под воздействием сна, я не все понимал. Это меня все же смогло удивить. И причем поставил у меня прям конкретный ступор. После этого мне сложно тебе называть сыном. Прости, но время вышло. Я был шокирован. Я офигел. Я так знатно офигел. Что это значит? Я не верю. Я реально, я все еще не верю, что это был мой отец. Если честно, банда концовка, я не до конца... Вы это видели? В смысле? Как это вообще произошло? В смысле? Это же невозможно. Как она двигалась? Вы это видели? Здесь же ничего нету. Как она вообще могла двигаться? В смысле? Черт, как это вообще происходит, господи? Как на это реагировать? А что, если это все правда, и это реально был мой отец? И он реально, это он только что двигал эту бутылку. Черт. Господи, вы это увидели, банда? Я это успел заснять. Офигеть. Черт, это реально, похоже, был мой отец. Что это значит? В смысле? Он реально мне написал. Черт. Офигеть, банда, мне уже теперь верится, что это был реально мой отец. Потому что как объяснить то, что эта бутылка сама начала двигаться? Я даже руками никак не двигал. Это не могло быть от ветра. Окна закрыты, ничего нету. Как? Как это могло вообще произойти? Господи, окей. Знаете что? Можем запросто проверить, то ли это был настоящий мой отец. Мы можем взять серьгу некроманта, которая у меня есть. И попробовать с ним связаться. А то и взять позвонить моему отцу. Но. Даже это упало. Ну ладно, это уже мог я. Оно лежало здесь, это мог даже я уже сделать его случайно сдвинуть. Банда, у меня есть серьга некроманта, которая позволяет связаться с мертвецами. Вы сами это увидели в видео, где я писал или же звонил своей погибшей девушке. Так вот, банда, мы можем попробовать связаться с отцом. Но мне очень страшно выходить на такие связи. И мне нужна какая-то мотивация. Поэтому, суприм банда, давайте на это видео наберем 3000 лайков. И я обязательно, просто обязательно свяжусь со своим отцом. Попробуем с ним связаться и проверить ли это настоящий мой ответ. А вот к вам, банда, у меня есть один вопрос. Вы как думаете, это правда ли это вранье? Напишите в комментариях, как вы думаете, это правда мой отец или же это хакер. Потому что я не знаю, как на это реагировать. Мне реально без понятия. Но вот банда с бутылкой, это совпадение было очень странное. Поэтому напишите об этом в комментариях. И, бро, также не забывай, чтобы вступить в мою соприм банду. Тебе нужно подписаться на мой канал. Ведь банда, кто не с нами, тут под нами. А я как вижу, про нее очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал. И ты будешь мне крутой соприм банде. Эй, бро, также вот-вот-вот комменты из-под прошлого видео. Господи, какие они шикарные, просто идеальнейшие комменты. Я просто обнимаю все комменты. Но, бро, если вдруг ты хочешь помочь в следующем видео, то всего-то тебе нужно. Ты нажми на лайк, колокольчик и все, бро, ты уже в следующем видео. Вот так вот просто киплет ко мне видео, лайк, лайк, коменты и уже в следующем видео. Эй, бро, также не забывай про мой шикарнейший инстаграм, ссылка в описании. Бро, не забывай, 3000 лайков и я беру Сергу Некроманты и пробую связаться со своим отцом. Каким всем отцом мы проверим, ли это реально он. Поэтому, бро, оставайся таким шикарным. Пока!